Здравствуйте! В эфире программа «Итоги». Меня зовут Владимир Антошкин. Вспоминаем наиболее заметные события минувшей недели. Коротко об основных темах этого выпуска. Кому-то помогут с ремонтом, а кто-то уже перекрывает крышу самостоятельно. Ураган в Ире оставил местных жителей без кровель. Будущее за малым бизнесом. Заявки ряда кумертауских предпринимателей на субсидию одобрены. Такое решение принимала специальная комиссия. Футбольный клуб «Кумертау» сразился с салаватской командой. В общей сложности засчитано 6 голов. Управленческая команда города Кумертау продолжила обучение по специальной программе Фонда развития моногородов в Подмосковном Сколково. Среди прочих с командами пообщались зампредседателя Внешэкономбанка Ирина Макиева и директор Фонда развития моногородов Илья Кривогов. Они рассказали о комплексном развитии моногородов, описали существующие меры поддержки, поделились первыми успехами в работе линейных менеджеров. В частности, благодаря действиям кумертауского менеджера Андрея Миголя городу выделили дополнительные средства из федерального бюджета. Это второй этап обучения. Завершится он 17 июля. Всего их 5. В конце управленческой команде предстоит защитить стратегию комплексного развития кумертау. Сейчас она только разрабатывается. Выборы в Госдуму России назначены на 18 сентября. В этот же день кумертаусцы будут выбирать депутатов местного совета. В рамках избирательной кампании 12 июля завершилась регистрация самовыдвиженцев. О результатах этого процесса и ходе кампании в целом на прошедшей неделе нам рассказал председатель территориальной избирательной комиссии Михаил Подковка. Он выходил на связь из городской мэрии. В эфире повторы этого включения. Михаил Николаевич, здравствуйте. Скажите, сколько кандидатов в депутаты зарегистрировано на данный момент? Добрый день, уважаемые избиратели, уважаемые горожане. На сегодняшний день в городе Кумертау территориальная избирательная комиссия, на которую возложена обязанность окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Государственной Думы Российской Федерации 7-го созыва, продолжает свою работу. И на сегодняшний день у нас следующие результаты. По самовыдвижению у нас зарегистрировались два кандидата, которые в порядке самовыдвижения подали документы для участия в выборах. Это Сидоров Виталий Алексеевич и Сергей Геннадьевич, которые у нас подали документы и выдвинулись в соответствии с выборным законодательством Российской Федерации. На сегодняшний день у нас два самовыдвиженца, так можно сказать. Кроме этого, продолжают поступать заявления от кандидатов в депутаты по одномандатному избирательному округу номер 7. Он у нас называется Салаватский одномандатный округ. И на сегодняшний день пока от Либерально-демократической партии Российской Федерации подано заявление, поданы документы на выдвижение от Ахметьяновой Айгуль Айратовны. Вот пока на сегодняшний день такая ситуация. То есть три кандидата пока представили свои документы. Два по документам самовыдвижения и Ахметьянова по 7-му одномандатному Салаватскому округу от партии ЛДПР. Я так понимаю, выдвижение кандидатов в депутаты местного совета и Госдума пока продолжается. Когда завершится этот процесс? По срокам выдвижения кандидатов в депутаты хочется сказать следующее, что 21 июля у нас завершаются сроки выдвижения кандидатов в депутаты в местный совет. А 23 июля завершается выдвижение кандидатов в депутаты в Государственную Думу от партии по Салаватскому одномандатному избирательному округу номер 7. В городском округе наверняка есть избиратели с временной пропиской. Смогут ли они проголосовать на предстоящих выборах? Избиратель, зарегистрированный по месту пребывания на территории соответствующего избирательного участка, не менее чем за три месяца до дня голосования, может быть включен в список избирателей на этом избирательном участке на основании личного письменного заявления, поданного в соответствующую территориальную избирательную комиссию от 60 до 21 дня до дня голосования. Обратиться избирателям с заявлением такого содержания можно в территориальную избирательную комиссию города Кумертау, расположенную по адресу Ленина, у 17, кабинет 313, третий этаж. Спасибо, Михаил Николаевич. Я напомню, что на связи с нашей студией был председатель Кумертауской территориальной избирательной комиссии Михаил Подковка. На минувшей неделе жители села Ира разбирались с последствиями урагана. Стихия атаковала населенный пункт в конце прошлой недели. Тогда более 250 домов остались без электричества, были сорваны кровли, повалены столбы, нарушена связь. Подробности чрезвычайного происшествия мы выясняли в селе и в городской мэрии. 254 дома остались без электричества, а с девяти построек сорвало кровлю. Такова только официальная статистика последствий урагана с дождем, которые прошлись по селу Ира. Что же касается так называемых мелких повреждений и моральных травм, причиненных стихией, то их учесть довольно сложно. Чрезвычайное происшествие случилось в городском округе 9 июля в пятом часу вечера. Сам Кумертау отделался несколькими поваленными деревьями и другими незначительными повреждениями. Селу пришлось в разы тяжелее. Социально значимые объекты в Ире можно пересчитать по пальцам, однако именно один из них – школа – и потерял часть крыши. Профнастила больше нет над частью актового зала и мастерской. В зале крыша протекла сразу, в мастерских пока держится. Оторвавшиеся листы пролетели несколько метров, накрыв собой вишневые деревья. Приезжали из города МЧС, заместитель Курова приезжал, вся охрана приезжала, Альфа. Ну, натворил делов, короче, много вот этот ураган. Очень сильно, с такой силой было все это. Пострадали не только что наши школы, и частные дома тоже. У жилых домов тоже есть довольно серьезные повреждения. Так, один из них получил особенно сильный удар стихии. Крышу сорвало, кирпичные стены буквально начало разметать по кирпичику. Потолок проломлен в двух помещениях. Его хозяйка воспитывает двоих сирот. Средств на восстановление у нее нет. Во время урагана куски металла, отмечает Фаеруза Хайдаровна, разлетались по двору и всей улице вонзались в забор. Пластиковые окна с той стороны трясет все, я думала, окна выдернет. Потом сюда выхожу, тут по люстрам уже, где люстра, вода стала, здесь ведра поставила, пока туда-сюда бегала, везде стала вода. Как на улице вода текла, насквозь, короче. А потом в окно думаю, когда же это кончится. Смотрю, лежат эти, стекловатые. А куски листьев, вон, видите, обрезанные. Вот так, как топор, вот кидаешь об дерево. Воткнулись, они вот торчали. Пострадали и другие дома. Какие-то больше, какие-то меньше. Фрагменты крыши одного из домов повредили соседский автомобиль. Рядом с домом Дмитрия ветром повалило с виду нерушимый бетонный столб. Выхожу, столб лежит. Дождь идет. Как все утихло, стал сразу перекрывать. Ну, позвонили там в службу, получается, РЭС, там КЭС. МЧС позвонили здесь. Ну, они приехали тоже, там их ждали. Часа через два, через три приехали где-то. На крышу залезли. Там мне брат помогал. Там, получается, мы стелили. Ну, я нашел вот сам рубероид вот там стелить. Здесь машина стояла. То есть они по телефону там, что пока общались. Помощи не было никакой. Что касается электричества, то его восстановили довольно оперативно. В этот же день, отмечают жители. Заявки на починку порыва в связи отработали в понедельник. Вот теперь восстанавливаем. Сорвалось наши линии. А чтобы восстановить, вот связь сколько времени уйдет? Ну, полчаса, полтора, два. Тут еще после молнии, возможно, погорело оборудование. Жертв и пострадавших, по крайней мере физически, среди населения нет. Однако на полноценный ремонт домов у многих попросту нет денег. Это вынуждает людей обращаться к органам местного самоуправления. У нас снесло, крышу тоже снесло, процентов там 80, шифер все полетело на соседние дома. Потом фронтон. Был у нас фронтон, он шел с южной стороны, ураган. Весь фронтон у нас внутрь дома упал. Полностью почти там еле висело уже все. Хочу, чтобы они помогли, потому что это тоже очень накладно. С ремонтом же тем, кто особо нуждается, в городской мэрии все же обещали оказать поддержку. Комиссия уже оценила ущерб от действий стихии. Решается вопрос о выделении средств. Есть сараи, есть, значит, другие там хостпостройки, да, у которых некоторых прям, ну, видно, что это уже не 10, не 20 лет даже это. На эти вещи пусть не рассчитывают, это однозначно. Наша задача – это жилые дома, восстановление жилых домов. Тем более, тем более, значит, как бы восстанавливать за счет местного бюджета свои болячки на старых там погребах там или сараях, которые уже пока есть, мы не будем. На это пусть люди не рассчитывают. Да, поможем, поможем жилыми домами, поможем персонально по каждому дому посмотрим. На неделе в доме Фейрузы Валеевой уже начали восстановительные работы. В минувшую пятницу как минимум соорудили обрешетку, на подходе был профнастил. Государству нашему, администрации, конечно, всем общей, большое мое спасибо от детей, от меня, от всех, конечно, и рабочим также. Они относятся добросовестно к своей работе, приходят вовремя и допоздна работали. Будущее за малым бизнесом. Сейчас подобные утверждения звучат довольно часто, однако без создания особых условий для становления бизнеса это самое будущее может и не наступить. Впервые в Кумертау в этом году при помощи федерального и республиканского бюджетов на поддержку малого бизнеса запланировано направить порядка 90 миллионов рублей. В городской мэрии распределили средства местного бюджета. Сколько заявок от предпринимателей одобрили, а кому еще придется их доработать, выясним в рамках следующего материала. 8 июня в здании администрации города Кумертау прошло очередное пленарное заседание «Малое и среднее предпринимательство». С 6 по 25 июня был объявлен конкурс на распределение по выдаче средств финансовой поддержки субъекта малого бизнеса города Кумертау из муниципального бюджета. В этот период поступило 25 заявок. На поддержке субсидирования субъектов малого предпринимательства на начальной стадии 13 пакетов документов. Субсидирование части затрат субъектов связанных с уплатой резинговой платежей 4 пакета документов. На уплату процентов 3 пакета документов. Затраты субсидирования части затрат связанных с приобретением оборудования 3 пакета документов. Субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства 2 пакета документов. На текущем заседании только 6 заявок были одобрены. Впервые такое огромное количество предпринимателей получили отказ. 14 заявок не соответствовали предъявляемым требованиям. Большинство получивших отказ – начинающие предприниматели, которые обращались за финансовой поддержкой на начальной стадии становления бизнеса. Основная причина отказов, почему комиссия отказала предпринимателям, это половина пакетов документов, те предприниматели, которые имеют долги по налогам. Это фонд социального страхования, пенсионный фонд или именно по самим налогам. И половина пакетов документов, которые требуются программой, документы, не были доложены. То есть комиссия не смогла экспертно оценить те или иные факторы, которые нужны были комиссии. Но не стоит опускать руки. По словам комиссии, те предприниматели, которые получили отказ, имеют возможность погасить имеющиеся долги и заново сдать документы, когда будет объявлен новый конкурс. 11 июля в здании бывшего УПК состоялось заседание политического совета. В повестке заседания три вопроса. Что за вопросы и какие решения по ним приняты, выяснял наш корреспондент. В июне этого года президент Владимир Путин объявил выборы в Государственную Думу, которые состоятся 18 сентября. Все политические партии активно разворачивают деятельность по участию в выборной кампании. Партия «Единая Россия» начала эту работу уже давно. 22 мая по всей стране проведено предварительное голосование по выбору кандидатов в депутаты Государственной Думы. В нашей республике, как и в других регионах, сформирован список кандидатов по одномодатным округам и партийному списку. Все кандидатуры утверждены и выдвинуты в качестве кандидатов. Округ, в который входит наш город, Салаватский, представляет кандидат Зариев Байгускаров. В нашем городе 18 сентября также пройдут выборы в Горсовет. Официально об этом было объявлено 28 июня. В связи с этим было организовано заседание Политсовета. Вел заседание Политсовета секретарь Кумертаусского отделения партии «Единая Россия» Борис Беляев. На повестке стояло три вопроса. На заседании Политсовета присутствовали 11 человек. Уполномоченно представителем местного отделения избрана Елена Решетникова. Были утверждены списки кандидатов по единым и одномандатным избирательным округам. Константин Меркушев, Сергей Николаев, телекомпания «Арис». Юный спецназовец – это выездной лагерь, где кумертаусские подростки постигают премудрости военного ремесла. Стреляют, практикуются в рукопашном бою, совершают марш-броски. Юных спецназовцев уже вывозили на речной сплав, базировали в палаточном лагере. Или, как в этом году, собрали в детском загородном центре «Ласточкино гнездо». Организует такую форму занятости военно-патриотический клуб «Гефест». Бегаем, проводим учения, боевые стрельбы, разведгруппы, засады проводим. Каждое утро бегаем на пробежки, чтобы днем себя чувствовать бодрым, сильным, не уставать, ничего не от кого-либо. Дим, скажи, зачем ты вот сюда приехал? Попробовать свои силы, посмотреть, на что я способен. Желающих проверить свои силы в лагере «Юный спецназовец» набралось на целый взвод. 30 бойцов, как юношей, так и девочек, опробовали на себе армейский распорядок, на практике укрепили военные дисциплины. Многие из них – воспитанники школьных военно-патриотических клубов. В этом году юные спецназовцы базируются в детском оздоровительном центре «Ласточкино гнездо». Никто не плачет, не стонет, и ничего подобного такого даже и не было. Здесь условия, в общем-то, неплохие. У нас есть летний душ, баня есть. Мы где-то через день, через два ходим в баню, потому что у них физическая нагрузка довольно-таки приличная. Армейский распорядок – это не просто слова. Всё действительно, как в вооружённых силах. Подъём, зарядка, завтрак, занятия до обеда, отдых и снова занятия. Наш Денис всегда готов служить для вас родной и доблестью спецназ. Юные спецназовцы – кто только учится, а кто уже и совершенствует строевые приёмы, умение обращаться с оружием, навыки маскировки, рукопашного боя и другие. Основой, безусловно, служат дисциплина и физическая подготовка. И девушки здесь далеко не на последних местах. Я тоже в кадетском классе учусь, и Дмитрий Владимирович тоже решил взять и девочек в этом году. Попробовать, посмотреть, способны ли мы наравне с мальчиками работать так же. Пацанам уступаешь в чём-то, нет? Ну, конечно, в силе. Наверное, всё же, получше некоторых стреляю. Визит съёмочной группы совпал с родительским днём. В его рамках своим талантом на сцене блеснул практически каждый ребёнок. Дети и персонал пели и танцевали коллективно и индивидуально. Не обошлось и без показательных выступлений юных спецназовцев. Бойцы инсценировали ликвидацию террористов, продемонстрировали строевые приёмы с оружием и без. За время смены юные спецназовцы освоили навыки выживания, совершали марш-броски и ночные стрельбы, постигали основы сапёрного дела и другие армейские премудрости. За это время они стали неотъемлемой частью жизни и самого центра «Ласточкино гнездо». В свободное от занятий время спецназовцы вместе со всеми купались, загорали, пели песни, танцевали на дискотеке. Для них пришло время, что называется, демобилизоваться. Отдых же в «Ласточкином гнезде» продолжается, и по-прежнему основной упор сделан на безопасность детей. У нас обязательно проводятся инструктажи по безопасности поведения на общих мероприятиях, безопасность поведения на воде, ну и пожарная безопасность обязательно. Дети без присмотра у нас не остаются. У нас на каждом отряде работают на младших отрядах три педагога, на старших отрядах два педагога. Ярослав Кондратьев, Владимир Антошкин, телекомпания «Арис». Сахарный диабет на данном этапе развития медицины невозможно вылечить. Однако при правильном питании и соответствующем образе жизни есть шанс избежать дальнейшего развития болезни. Диабет первого типа требует регулярных инъекций инсулина. Ребенку же это доставляет особенные неудобства. Приходится не только постоянно контролировать время, но и прервать игры или иные занятия, чтобы сделать очередной укол. Решение может стать специальный прибор, который делает инъекции автоматически. Обладателем такого недавно стала одна кумертауская девочка. Сахарный диабет – заболевание, при котором хронически происходит повышение уровня сахара в крови. У детей он протекает по-разному и без правильного лечения может прогрессировать в более тяжелую стадию. Шесть лет назад Катя Ковалева переболела бронхитом, а после появились признаки другой болезни. Потом начала она худеть и плохо себя чувствовать. И вот через неделю вызвали скорую, и нас на скорой сюда сначала. Врач посмотрел, говорит, так воспалений нет, давайте на сахар. Сахар померили, и у нас сразу в Уфу. А там уже подтвердили, что это у нас есть, это у нас будет, и с этим надо жить. И к кукулу привыкали долго. Она боялась, я боялась. Катя, давай помогай мне. Мне тоже страшно, потому что это в животик, это в ручку колоть, это в попу, это места менять. Ребенку опять раз в день колоть иголку показывать, это для нее тоже был стресс. Ей тяжело. Сахар постоянно мерить, перед тем, как кукулу делать сахар, мерить, получается пальчики всегда исколоты. Инъекции инсулина приходилось делать по пять раз в день и до семи раз измерять уровень сахара в крови, а также соблюдать строгую диету. Кроме того, Катя вела активный образ жизни и любила играть и бегать с друзьями на детской площадке. Это все способствовало тому, что показатели сахара повышались, а ее состояние ухудшалось в самые неожиданные моменты. Эндокринолог советовала родителям девочки установить инсулиновую помпу, которая практически сможет заменить поджелудочную железу. Пройдя очередное плановое обследование в республиканской больнице, родители подали документы и заявку в благотворительную акцию Росфонд. За месяц собрали деньги, очень люди понимающие относятся и всем спасибо большое, что есть люди. Я тоже там часто участвую, отправляю детям. Почти в это же время стало известно об акции в Эфимской клинике БГМУ, по условиям которой детям больным сахарным диабетом бесплатно предоставлялись инсулиновые помпы. Процесс оформления заявок и подтверждения прошел быстро. В конце мая Катю пригласили для установки устройства. В клинике провели подробный инструктаж и оказалось, что помпа достаточно проста в эксплуатации. А буквально через несколько дней пришла посылка из Росфонда. Семья Куликовых решили отправить второе устройство другой нуждающейся в нем девочке, с которой Катя лежала в Эфимской больнице. На днях, два дня назад, два дня назад, вчера это было, отправили помпу с такси в больницу республиканскую на установку другому ребенку под эту помпу. Потому что не только я нуждаюсь в помощи. Катя признается, что до установки помпы делать уколы было очень больно. Кроме того, что обычные инъекции делаются в разные части тела, руки, живот и другие, на их местах появляются непроходящие гематомы. Я все время надоевала делать уколы. Или когда вечером, перед сном, когда я вошел спать, я все время думала, я хочу побыстрее бы исправиться от болезни. Сейчас, благодаря благотворительным акциям и большой поддержке Росфонда, жизнь Кати изменилась кардинально. С помощью помпы она сама может контролировать свой уровень сахара в крови. Больше не нужно со страхом ждать каждого укола. Теперь подача инсулина происходит автоматически в малых дозах каждый час. Устройство продумано таким образом, чтобы не мешать ребенку в течение ночи и дня. Помпа не сковывает движений и не причиняет никакого дискомфорта. В садике как-то было спокойнее, она еще маленькая была. В первом классе она всего боялась, почему-то у нее страх какой-то возник. То, что ей может плохо быть, может быть то, все. Вот за это время, за 2-3 месяца и настроение, перепады, когда сахар повышается, инсулин добавляешь, сахар понижается и начинается перемена настроения. То она смеется, то она плачет, то она психует. Сейчас стабильно стало, ей спокойнее стало и мне спокойнее. Кате исполнилось 8 лет. Она с удовольствием и без усилий катается во дворе дома на велосипеде. И может позволить себе обычные физические нагрузки, необходимые в этом возрасте здоровому ребенку. По ее словам, чувствует она себя гораздо лучше, чем раньше. Ничего не мешает ей играть на улице и полноценно проводить время с родными и близкими. Я не чувствовала помпы, не чувствовала никакой боли, то, что она мне не мешалась, я ее не задевала. Мне было легче, намного легче. Тиняки, все шрамы, все начали исчезать. Потом мне намного легче стало. Помочь другим детям, нуждающимся в лечении, просто. Достаточно зайти на интернет-страницу благотворительной организации РУСФОНД «Башкортостан» и выбрать любой из способов пожертвования. Я хочу, чтобы они выздоровели, чтобы они не болели, чтобы у них все всегда было хорошо. У вчерашних школьников, абитуриентов не всегда есть возможность сдать документы в учебные заведения в своем городе. Более того, некоторые муниципалитеты такую возможность теряют вовсе. Так, на минувшей неделе сообщалось о том, что несколько филиалов УГАТУ пока не могут принимать учащихся на дневное обучение, поскольку эти вузы признали неэффективными. К счастью, с кумертауским филиалом все в порядке, претензий к его эффективности нет. Репортаж Константина Меркушева. В начале июля в филиале УГАТУ в городе Кумертау состоялось торжественное мероприятие «Выпускник-2016». В этом году стены вуза покинули более 230 студентов дневной, вечерней и заочной формы обучения. Для приветствия и поздравления студентов-выпускников присутствовали почетные гости. Они пожелали выпускникам успеха в трудоустройстве, всем стать достойными профессионалами своего дела, а также создать семью. В этом году в филиале по-настоящему рекордное количество студентов, окончивших обучение с отличием. Так, по очной форме обучения 17 студентов получили красные дипломы. В связи с чем же такая успеваемость? На этот вопрос нам ответил директор филиала. В последние годы очень хорошо поддерживает правительство Российской Федерации. Мы же являемся высшим учеником заведения филиалного значения. То есть, хорошо успевающим студентам выплачивается президентская степень Российской Федерации, правительственная российская. Кроме того, еще степенью раньше была президент Республики Башкорстан, а сейчас называется главой Республики Башкорстан. Хорошие успевающие студенты поддерживают еще администрацию городского округа. То есть, между студентами идет какое-то соревнование. Для кумертаутского филиала эти выпускники далеко не последние. А вот для остальных большой вопрос. Каждый год по всей России проходит мониторинг эффективности вузов. Его проводит Министерство образования науки. По результатам, четыре филиала УГАТУ из пяти признаны неэффективными. А именно, в Нефтекамске, Стрельтомаке, Туймазах и Кумертау. Но в Кумертау решили оставить очное высшее обучение. В связи с тем, что в КумАП будут готовить студентов для дальнейшей работы в этом предприятии. А в других филиалах на очное высшее обучение с этого года документы приниматься не будут. Лишь только на заочное высшее. В этом году руководство нашего университета выделило бюджетные места только кумертаутскому филиалу. И Туймазах, и Нефтекамске, и Стрельтомаке, и Шимбае таких мест нет. Если они наберут, предположим, контрактные формы обучения только на заочное, на очное там уже нету, контрактные формы обучения какой-то наберут, они могут еще каким-то образом думать обладать чем. Такая ситуация была ожидаема. Демографическая ситуация ухудшается, меньше поступающих в филиалы, соответственно, конкурс складывается низкий. Это влияет на уровень проходных баллов, что учитывается при мониторинге. Студенты же, которые уже учатся в филиалах, могут не беспокоиться. Учебу они завершат и получат дипломы о высшем образовании. Ну а в кумертауском филиале двери открыты для всех желающих, которые хотели бы связать свое будущее с этим университетом. Стадион «Шахтер» принял матч последнего тура открытого первенства Башкортостана по футболу. Вторая лига «Зона Юг». В нем футбольный клуб «Кумертаус» разился с салаватской командой. Футбольное противостояние завершилось со счетом 4-2. Подробнее расскажет Константин Меркушев. В зоне «Юг» открытого первенства Республики Башкортостана по футболу среди команд второй лиги состоялся заключительный матч. В первом круге футбольный клуб «Кумертау» на выезде одержал волевую победу над салаватским «Дюш» ГСК со счетом 2-1. Игра в «Кумертау» также проходила в равной борьбе. Правда, начало встречи могло обескуражить гостей. После первого тайма футбольный клуб «Кумертау» выигрывал со счетом 3-0. Голами отметились Саадатов, Илюшин и Фадеев. Все шло к тому, что наши ребята и во втором тайме забьют пару-тройку голов. Но оказалось все не так просто. Гости после перерыва вышли более мотивированными и отыграли два мяча. Это не помогло. Окончательный счет установил Попков, использовав свой момент. В первом тайме у нас все получилось, как мы хотели, как мы планировали. В первом тайме мы все свои моменты реализовали. Как бы победили 3-0. Во втором тайме вышли, как бы начало минут 5-10 тоже получалось. Но потом уже, я чувствую, сил у нас осталось поменьше. Команда Салават помоложе, перебежали нас чуть-чуть. Хочу всех поздравить с победой. Город, хотя несмотря на то, что вторая лига возродилась, я приехал на последний тур, успел. Охота, чтобы наша команда заиграла так, как ярко, на примере Шимбая, Стрель-Тамака, которые тоже лет 5 не играли. Но с этого года вернулись в высшую лигу. Хочется пожелать всего лучшего. Ну и детям. Все, чтобы делалось для наших детей, чтобы развивалось. А так, ну, еще раз поздравляю всех с победой. В итоге Кумертау своей победой заносит копилку 3 очка. 16 очками команда финиширует в подгруппе зоны Юг вторыми. Первое же место занял футбольный клуб Стрель-Тамак-2, не потеряв ни одного очка. Вдобавок у них одна игра в запасе, что никак не повлияет на турнирный расклад. Когда команда выигрывает, это всегда приятно. Но, естественно, в каждой игре должен делать замечание тренер. Он видит ошибки тренеров, видит какие-то недосчеты, просчеты. Но самое главное в игре – это результат. Поэтому он на тренировочном процессе разберет игру, чтобы эти ошибки нападающие, защитники, воротари, вообще полевые игроки не допускали в следующем матче. Поэтому на сегодняшний день матч был неплохой, результативный. Для болельщиков очень приятно, когда забиваются ворота очень много голов. Теперь наши земляки будут ждать своего соперника с зоны Север. Будут сыграны стыковые матчи, по итогам которых победившая команда пройдет в первую лигу. Константин Меркушев, Сергей Николаев, телекомпания «Арис». Это были итоги недели. Я с вами прощаюсь. Напоминаю, что мы в эфире по воскресеньям. Архив программы на сайте arisdefistv.ru. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова